В историко-культурный заповедник крепость Амберт начали восстанавливать в Армении. Работы ведутся в средневековом замке, одном из немногих сохранившихся в республике. Об уникальном сооружении расскажет Варк Макартычан. Аккуратно слой за слоем археологи соскабливают грунт и вынимают аутентичные камни. На первом этапе работают лопатой, затем щетками и скрепками. Больше полвека никаких работ здесь не проводилось из-за частых дождей, сильного ветра и землетрясений. Стены крепости начали разрушаться. Огромные базальтовые плиты замка оказались погребены под слоями почвы. Перед нами стояла задача найти западную и восточную стены. Вот в этой части нам это удалось. Но мы смогли также найти фрагменты башен замка. Естественно, они должны были быть, но не были обнаружены ни в 30-х годах прошлого века, ни в дальнейшем при раскопках. Под землей археологи находят и ценные артефакты. Предположительно, здесь была хозяйственная комната. Обнаружили и древние глиняные сосуды для вина – карасы. Сейчас на этом месте остались лунки, а фрагменты кувшинов еще предстоит исследовать. Карасов-4. Три небольшие, примерно метровые, находятся в этой комнате. Еще один большой – в соседней. Они отлично сохранились, но нам не удалось их достать целыми. Предположительно, они 10 века. Их отправим на реставрацию. Амберт – одна из самых труднодоступных достопримечательностей Армении. Посетить ее можно только с мая по октябрь. В остальные месяцы дорогу заметает снегом. Зато во время туристического сезона многие добираются до крепости пешком. Тропы проходят по живописному ущелью. Замок седьмого века. Также интересна и привлекательна сама местность. Замок стоит на скалистом склоне. С двух сторон его окружают глубокие ущелья. Меня привлекла древность замка. Хотелось посмотреть, как жили армянские правители, в каких условиях. Мы сегодня добрались до замка на машине. Дорога была красивая, но очень неблагоустроенная. Поэтому в следующий раз хотим попробовать пеший тур. В этом году Амберт посетили более 30 тысяч туристов. Приезжают из Европы, Соединенных Штатов, но больше всего гостей из России. После реставрационных работ на территории крепости планируют проводить фестивали. Работы на территории исторического памятника из-за погодных условий на этой неделе завершаться и будут возобновлены в мае 2023 года. Продолжение следует...